Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». И сегодня мы продолжаем говорить о петербургских повестях Николая Васильевича Гоголя. Все пять повестей цикла объединяет одна общая черта. Это внешнее убранство, красота, пышность Петербурга и внутреннее безобразие, уродство, порочность этого города. Давайте сравним знаменитое начало Невского проспекта и знаменитый финал этой повести. Чем все начинается? Вот описание, вот такое детальное описание того, как ходят люди по Невскому проспекту, начинается как раз констатация вот этого внешнего лоска, внешней красоты. И перед нами прекрасная улица. Вот что пишет Гоголь. Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительно шитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова глотка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы? О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он неприятен? Ну и дальше он просто восторгается тем, какой Невский проспект нарядный, пышный, замечательный и так далее. Затем Гоголь описывает события, которые происходят с двумя героями. Об этом мы сейчас поговорим чуть подробнее. И заканчивается Невский проспект абсолютно иначе. Мы как бы, если просто перелистать с этого начала на конец, то мы не узнаем абсолютно, ту же ли улицу описывал Гоголь. Происходит разительная перемена. Гоголь провел своего читателя по Невскому и не оставил никаких секретов. Рассказчик предупреждает, что не нужно сразу верить в эту красоту и богатство. Здесь все пропитано обманом. Эта внешняя прекрасная оболочка оказывается фальшивой, обманчивой. Менее заглядывайте в окна магазинов. Безделушки в них выставлены прекрасно, но пахнут страшным количеством ассигнаций. Но, боже вас, сохрани заглядывать дамам под шляпки. Как ни развивайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради бога, далее от фонаря. И скорее, сколько можно, скорее проходите мимо. Это счастье еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект. Но более всего тогда, когда ночь сгущенную массу наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов. Когда весь город превратится в гром и блеск. Мириады карет валятся с мостов. Форейтеры кричат и прыгают на лошадях. И когда сам демон зажигает лампы для того, чтобы показать все не в настоящем виде. Демон зажигает лампы для того, чтобы показать все не в настоящем виде. Вот это и есть тот самый внутренний источник фантастики, мистики Гоголя. Нечто такое демоническое, дьявольское. Именно то, что Гоголь заимствует у Гоффмана и из Фауста Гёте. Вот эта дьявольщина, она укрыта чем-то таким нарядным и приятным глазу. Что-то красивое, а мы помним, что Невский проспект Гоголь сравнивает с красавицей в первом абзаце. Показывая фальшь Невского проспекта, скрывающуюся за его парадным видом изнанку жизни, Гоголь изображает трагическую ее сторону. Разоблачает пустоту внутреннего мира гуляющих на нем, их лицемерие. Это подчеркивается тем, что вместо людей действуют детали их внешнего облика или одежды. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакую кистью неизобразимые. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда. А какие встретите вы длинные рукава. Но что же является сутью конфликта в повести Невский проспект? Прежде всего, это чисто романтический конфликт между художником и мещанином, обычным человеком. В Германии сказали бы филистером. Вот это, говорит Гоголь, совершенно разные люди. Филистеры – это одно, а художники – это другое. Художники живут в каком-то особом мире. Этот мир напрямую ведет к Богу, но поскольку художники Богу гораздо интереснее, чем филистеры, они интереснее и черту. И поэтому для нечистой силы приоритетней соблазнить именно художника. Опять же, что-то подобное мы уже видели в ночи перед Рождеством, в вечерах на хуторе Близдеканьки. Помните знаменитого кузнеца Вакулу? Ведь он был не просто кузнецом, он был еще и художником. Гоголь описывает, как Вакула нарисовал картину, и картина была столь реалистична, по-моему, это был страшный суд, что дети пугались, когда видели это произведение Вакулы. Вот здесь мы как раз и сталкиваемся с тем, что это не просто кузнец, а это именно такой деревенский художник, человек, который обладает творческим началом. И не случайно поэтому именно Вакула дальше сталкивается с чертом и вседлает его, по-своему решая фаустовский конфликт. Исследователи творчества Гоголя даже говорят о мотиве чертовщины у автора. Есть он и в повести «Невский проспект». Уже в самом начале произведения в описании рассказчикам «Невского проспекта» задана определенная точка отсчета, и эта точка отсчета христианская – Бог. «Боже, какие есть прекрасные должности и службы! Как они возвышают и услаждают душу!» «Создатель, какие странные характеры встречаются на Невском проспекте!» Говоря о Невском проспекте, о чинах и о службах, о внешней стороне этой маленькой модели мира, Гоголь упоминает имя Бога не в суе, а как некий нравственный абсолют, который на самом деле исчезает из реальной жизни. Петербург в изображении Гоголя предстает как мир обезбоженный, где правит не Бог, а иная сила, черт, дьявол, демон. Это подтверждается двумя странными историями, произошедшими с художником Пискаревым и поручиком Пироговым. В Невском проспекте мы встречаем двух приятелей. Это поручик Пирогов, и мы понимаем, что это филистер высшей пробы. И художник Пискарев. Его фамилия пишется через букву «и». Он от слова «писк», а не от рыбы «пискарь». Художник Пискарев, несмотря на то, что так иронически подается Гоголем через говорящую фамилию, на самом деле является романтиком высшей пробы. И вот эти два приятеля видят на Невском проспекте двух девушек. Одна блондинка, за ней идет поручик Пирогов, а другая брюнетка, прекрасная брюнетка, и за ней как раз следует художник Пискарев. И дальше Гоголь описывает, как эти два героя, чистой воды художник и чистой воды филистер, он постоянно сталкивает их реакции на происходящее, как они реагируют вот на этих прекрасных дам, за которыми пошли. Конечно, Гоголю интереснее Пискарев, потому что он подлинный художник. Прекрасная незнакомка кажется Пискареву божеством, святыней. Боже, какие божественные черты, думает художник, идя за ней и боясь потерять ее. Как мы помним, Пискарев идет за этой прекрасной бьянкой, да, перуджиновой бьянкой, как он ее описывает, по Невскому проспекту. Она случайно смотрит на него из-под шляпки. Он испытывает волнение, он испытывает восторг от того, что видит прекрасную даму. Но в конце концов она приводит его в публичный дом. И это настолько сильно влияет на Пискарева, что он никак не может пережить такое разочарование. Прекрасный образ буквально был втоптан в грязь. Его фантазия оказалась никак не сызмерима с ужасающей реальностью. Как раз вот это вот столкновение, стык в стык, лицом к лицу, вот такой прекрасной реальности и чего-то такого ужасного и низменного, и является во многом источником той комической реальности, которую мы привыкли видеть у Гоголя. Невский проспект, символ Петербурга, несет в себе соблазн внешней привлекательности и внутренней порочности и лжи. Он подобен красавице-брюнетке, увлекшей идеалиста Пискарева своею небесную чистотою и оказавшейся на деле служительницей разврата. Дальше судьба Пискарева абсолютно печальна. Он лежит у себя дома и в бреду вспоминает вот ту прекрасную незнакомку, за которой он идет следом по Невскому проспекту, вспоминает ее зовущий взгляд. Она ему снится. Чтобы забыться, он идет и покупает опиум, но она начинает преследовать его во снах еще больше. И в конце концов он ее находит, но эта встреча разочаровывает его еще больше. Пожалуй, я зачитаю эту сцену. Долго он искал дома. Казалось, память ему изменила. Он два раза прошел улицу и не знал, перед которым остановиться. Наконец, один показался ему похожим. Он быстро взбежал на лестницу, постучал в дверь. Дверь отворилась, и кто же вышел к нему навстречу? Его идеал, его таинственный образ, оригинал мечтательных картин, та, которую он жил, так ужасно, так старательно, так переживал. Она сама стояла перед ним, он затрепетал. Он не смог удержаться на ногах от слабости, обхваченной порывом радости. Она стояла перед ним так же прекрасно, хотя глаза ее были заспаны, хотя бледность кралась на лице ее уже не так свежим, но она вся была прекрасна. «Ах!» – вскрикнула она, увидевши Пискарева, и протирая глаза своей, тогда было уже два часа. «Зачем вы убежали тогда от нас?» Он в изнеможении сел на стул и глядел на нее. «А я только что теперь проснулась, меня привезли в семь часов утра, я была совсем пьяна!» – прибавила она с улыбкой. «О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, чем произносить такие речи!» Она вдруг показала ему, как в панораме, всю жизнь ее. Однако ж, несмотря на это, скрепившись сердцем, решился попробовать он, не будет ли иметь над нею действия его увещания. Читатель может догадаться, что никакие увещания в данном случае не подействуют, и для Пискарева все заканчивается печально. Он просто погибает, не пережив вот такой жестокой встречи с реальностью. «Все обман, все мечта, все не то, чем кажется» – приходит к печальному выводу рассказчик в финале произведения. Гоголь создает образ мира наоборот, где перевернута вся система нравственных представлений, и где человек оказывается в плену темных сил. «Дивно устроен цвет наш, как странно, как непостижимо играет нами судьба наша. Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот». Что же случилось в этот момент с Пироговым? Пирогов, когда пошел за блондинкой, она оказалась немкой, привела его в немецкую Слободу. Там он встретился с ее мужем Гофманом. Рядом еще был Шиллер. Гоголь здесь играет этими фамилиями. И Пирогов очень долго использовал всякие способы, чтобы сказать этой прекрасной незнакомке о своей любви. И в конце концов, когда он это делает, его застает муж этой замечательной немки. Все заканчивается тем, что Гофман со своими товарищами просто секут Пирогов и выставляют его на улицу. И вот здесь мы видим, как по-разному эти два героя реагируют на произошедшее. Если для Пискарева случившаяся эта трагедия, когда замечательный идеал оказался чем-то низменным и неприятным, то Пирогов изначально, хорохорившийся и старающийся как-то отомстить Гофману, кричит о том, что это ему не сойдет с рук, в конце концов, просто идет в трактир и буквально заедает свое горе. И как раз мы видим в Невском проспекте, что вот эти два героя, эти два типажа, с одной стороны Филистер, а с другой стороны Художник, совершенно по-разному выкручиваются из жизненных ситуаций, перед которыми их ставит Петербург. В нашей следующей программе мы поговорим о таких повестях Гоголя, как портрет, шинель, нос и записки сумасшедшего. А на сегодня это все. До новой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok